Добрый вечер! Добро пожаловать! Сегодня вторник, и сегодня мы будем заниматься изучением Торы, глава недели Ваехи. И эта глава, во-первых, она завершает невероятную книгу. Это последняя глава в книге Берешит. То есть, после этой Шрапат все, мы заходим в совсем новый этап исторический, сам текст будет уже совсем другой, будем заниматься другими вопросами. Помните, мы сказали, что вся книга Берешит занимается вопросом, кто мы, кто я есть, кто я такой, для чего я здесь. И этот вопрос, можно сказать, получает завершение ответа. Я надеюсь, что мы дотронем часть этого ответа сегодня, вместе в сегодняшний урок. Следующая глава, все, уже наши праотцы не среди нас. Уже 12 сыновья Якова, то есть, можно сказать, те, которые вредили, 12 коленей в народе Израиля, тоже не с нами. Следующая глава недели, это новая книга, глава Шмот. Вот книга Шмот, там уже, ну, в Египте, там начинается такое, можно сказать, официальное рабство в нашем изгнании в Египте. Ну, это уже, как сказать, это завтра, это вопрос следующий, это следующая глава, но все равно в глава Ваяхи. И буквально в Ваяхи Яков, и жил Яков. И перед тем, как мы совсем вкратце пройдемся, пройдемся по, как сказать, по теме этой главы недели, потом уже зайдем в те идеи, в те уроки, которые я собрал для нас, для сегодняшнего дня, я хочу посвятить сегодняшний урок, та честь, та духовная честь, которой получается, когда мы занимаемся с изучением Торы, когда мы нажали на паузу на свою жизнь, и кто-то отошел от работы, от семьи, кто-то отошел от любимого сериала, и мы собрались здесь сегодня, чтобы эта честь принесла нам исцеление и здоровье. Слишком много друзей, общины оказалось у них COVID, у кого-то, слава Богу, есть симптом, но у кого-то со симптомами. И просто не только от COVID, а из этого, чтобы честь и благословение этого урока, свет Творца наполнил и укрепил исцеление и здоровье для Фима бен Шейна, Иосиф бен Блума, Эммануэль бен Белла, Валерий бен Роза, Дмитрий Иуда бен Светлана, и также Михал бат Сара, Берта бат Клара, Инесса бат Светлана, всем больным народа Израиля здесь в Юрмале, в Латвии, во всему миру, и всем больным Мира, конечно. Глава недели варихи. Описывается нам, сколько Яков живет, и мы понимаем, что это уже завершение его жизни. Вот-вот сейчас он уйдет, Яков или Исраэль, помним, у нас эти два имена у Якова, даже, если я помню, в предыдущие годы мы даже обсуждали разницу этих имен, что они символизируют. И перед тем, как он умирает, он зовет к себе свои сыновья, и дает им благословение. Кто-то скажет, что это даже какой-то подарок, какой-то подарок благословения, миссия, которую Яков дает своим сыновьям, своим потомкам. Кто-то скажет, что это даже, как сказать, наиверите, цаваа. То есть, кто-то даже назовет эти благословения наследствия, которые Яков дает своим сыновьям, и детям, и внукам, и так далее. И в прошлый год мы как раз обсуждали некоторые из этих благословения. Эти благословения можно долго изучать и обсуждать, и много комментаторов, и много точек зрения. Но это не наша тема сегодня. Очень интересно, как Яков дает благословения Йосефу, своему любимчику. И как он дает эти благословения, даже не Йосефу напрямую, а дает сыновьям Йосефа. И через это благословение мы понимаем, что дети, они более великие, чем родители. Потому что родители жили, и все, что мы сделали, как родители, мы сделали для того, чтобы наши дети реализовали. Из-за этого они выше, чем мы, они важнее, чем мы. Мы это видим через благословение Яков, своим сыновьям, особо благословение Йосефу и благословение его сыновей, то есть Минаше и Ефраим. Очень интересно, что мы видим большую мудрость в слове Тора. Например, Яков это упомянул в прошлый урок главы недели, на прошлой неделе, что Яков даёт благословение своим внукам Менашей Ефрай, и написано «Сикель Ядав». И говорят, что правую руку поставил на младшего, а левую руку на старшего, «Сикель Ядав». И в наше понимание иврит, то есть он взял свои руки и кресил руки для того, чтобы сделать как будто наоборот. На самом деле, если мы идём заранее в понимании слова «Сикель Ядав», слово «Сикель» сегодня для нас это, что сделал вот так вот с руками, а на самом деле во время Торы такого не было. «Сикель» от слова «понимание», то есть сделал мудро своими руками. Очень много можно изучать об этом, как Яков относится к своему сыну Йосеф, что кажется, что когда Йосеф к нему приезжает, чтобы сказать «до свидания отцу», получить благословение, Яков относится к Йосефу, как будто Йосеф не меньше, чем Бог, а не просто человек или его сын. Очень интересно то понимание, что Яков понимает, что Всевышний контролирует сцену, ту историческую сцену через Йосеф. И вот именно этого понимание. То есть очень много, что можно обсуждать в этой главе недели. И дай Бог, мы к этому ещё дойдём. И будем об этом изучать, и будем это обсуждать. Я думаю, что это и интересно, и важно. И всё-таки сегодня будем заниматься другими вопросами. Дальше мы читаем, как Яков уходит из Мира, который происходит 70 дни трау в Египте. Потом, цела делегация, которую, как сказать, Яков перед смертью спросил у Йосефа, «Бери меня обратно в Хеврон, на землю Бетавану, Кнан, сегодня Израиль. Я хочу именно там быть захоронен, захоронен со своими предками, в Хеврон, в пещеру Махпелла». Вся эта делегация, там тоже целая история, очень интересная, очень важная. Мы видим, что после 70 дней траура египтян, потом есть ещё 7 дней траура, как мы видим в еврейском мире. В Медраж, например, в Якут Меам-Луэзе, другие книги очень много изучают, как практиковать правильно трау, когда люди уходят из мира, именно в этой главе недели, именно за счёт этого понимания, как народ Израиль, то есть как сыновья Якова, ведут себя в этот момент траура. И завершается, на самом деле, наша история тем, что после Яков, и в итоге все его сыновья уходят из мира, Йосеф уходит из мира, Йосефу 110 лет, когда уходят из мира. И в тот момент, когда Йосеф уходит, то есть есть какой-то пик и для Египта, и для народа Израиля. То есть, насколько это ещё можно назвать народ, это больше как большая-большая семья. Кто-то даже скажет, что слава Богу, что они в Египте, потому что, если бы они остались в Кнан, как семья, был риск, чтобы они, как сказать, исчезли в итоге тем, что они будут объединяться со всеми народами вокруг. Здесь они в Египте, и египтяны их не принимают, они сами не принимают египтяну, и в итоге вот есть какой-то, как сказать, это диссонанс между египтианами и сыновья Якова, сыновья Израиля, которые дают или обещают народу Израиль стать в итоге народом, когда будем проходить через исход, выйти из Египет обратно на землю Бетавана, но обратно в Израиль. Очень интересная глава. Сама глава тоже интересна в том, что как она физически написана в Торе, потому что она написана не как все остальные Торы. Что я имею в виду? Много раз я уже вам показывал, и особо, когда вы делаете у нас шабаты, мы поднимаем Тору, я вам это показываю и объясняю, мы видим, что Тора написана в формате колонн, много-много колонны, издалека каждая колонна выглядит как буква ВАВ, каждая колонна в Торе также начинается с буква ВАВ, как мудрецы Торы скажут, и мудрецы Кабалы объясняют, связано с ЕСОД, не зайдем к этому сейчас. Кроме, называют это шест раз, но буквально это пять раз во всей Торе, где есть другие буквы, кроме букв ВАВА, в которой начинают эти колонны. И между эти главы, то есть глава Берешит, и потом у нас после Берешит, есть Ноах, и потом Лех-Леха, и так далее, то есть прошлая неделя у нас была ВАЯГА, сейчас будет ВАЯХИ, дальше уже начается новая книга, как я разделяю, где завершилось одно, и началось другое. Так, между книгами, если у меня пять книг в Торе, есть четыре раздельные между ними, верно? Да, пять палец, сколько у меня есть между палец пространства? Четыре. И также в Торе, между каждой книгой, есть четыре пустые строчки. И так я знаю, завершилась одна книга, начинается новая книга. Открыто. Есть главы, которые, глава завершилась, там в середине строчки, завершилось последнее слово предыдущей главы. Следующая глава начнется на следующей строчке. Это называется Пороша Птуха, открытая Пороша, потому что текст открытый. Предыдущая глава открыта, и новая глава начинается, как сказать, как будто с нуля, с нового начала. Есть главы, которые называются Пороша Стума, закрытая, или скрытая, или закрытая глава, когда предыдущая глава завершилась, например, в начале строчки, потом у нас есть пауза, примерно в размере 6, 7, 8 букв, то есть примерно одно слово, и тогда начинается следующая глава. То есть раздел, или разделение, пауза между глав, оно минимальное. Одно слово. Примерно. Эта глава, она единственная глава стума, то есть скрытая, или закрытая глава, которая разница между этой главой недели ваехи и предыдущей главой недели одна буква. Как будто это продолжение предыдущей главы недели. Из-за этого для тех, у кого синагоги дооткрыты, вы сможете зайти и услышать чтение Торы. Обычно начало чтения Торы, тот, кто начинает читать, надо ему чуть-чуть поискать, где глава начинается, потому что ты это просто не видишь. Сразу. Надо чуть-чуть поискать, чтобы найти слово ваехи, Яков и так далее. И действительно, Раши это пишет, «Веляма парашазу стума», то есть «Почему эта глава она скрытая или закрытая?» «Элакейванше нефтар», потому что Яков ушел из мира. «Бекешлегалот Акецлеванав» Он хотел раскрыть перед своими сыновьями, когда завершится, как сказать, все, что должно завершиться в этом мире. Когда Мессия придет. Когда боли и страдания завершатся и закончатся. Когда «эндгейм», если можно так сказать. Когда, можно сказать, что мы свое сделали. Когда-то будет. Когда-то будет. Мы знаем, что в истории много людей пытались как-то найти, понять, какая дата. Помните, 2000 год. Ой-ой-ой, что будет, все компьютеры. Да, то есть все эти истории. Мы знаем, что еще раз никого не не ранить. Ну, например, в Санктологии они уже пошли три или четыре даты, которые в них должны было завершение мира произойти. Ну, каждый раз нашли себе способы. Но тоже в юдаизме мы видим мудрецы, которые с этим занимались. Другие мудрецы говорят, не за этим заниматься. Но здесь объясняют нам, Яков знал, когда хотел рассказать сыновьям ванистамимену. И это скрылось от него. То есть, это было перед ним открыто. Это знание, оно скрылось, и он не смог. Так как он не смог дать то, что хотел дать сыновьям, из этого и вся глава наскрытая и закрытая. И несмотря на то, что на самом деле есть намеки, которые, да, на самом деле, Яков дал, и комментарий на этой главе недели тоже занимается с кецием, с завершением времени, завершением мира. В христианском мире это будет потом называться, возможно, Магедон, и так далее. То есть, для нас это Тхиатаметим, это приход Машиах, и после прохода Машиах это уже воскрешение из миротвых, Тхиатаметим, и так далее. И интересно, так тоже Зоа в главе Пикудея об этом говорит, я бы хотел только прочитать слова от Зоа на армейском языке. Мы знаем, что есть сила в этих словах, есть благословение в этих словах, я хочу прочитать. И так далее. И также цитирует это невероятный мудрец Абекломниус Калмиш из Пиасетсна в своей книге «Дерех Амелех» «Путь короля» или «Путь царя». И это один из двух идей, которые я хотел с вами обсудить сегодня. И эта идея, это, можно сказать, его урок у главы недели, который он дал в 1930-го года. И тогда я проверил, что как раз это в месяц, как и для нас, месяц ТВ, месяц Козерог. И тогда это было начало января, то есть вторая неделя января. То есть это январь 1930-го года. В итоге сам этот мудрец пытался сопротивляться, возможно, создать, как сказать, или побег, или пойти с партизанами. В итоге его сдали, его нацисты убили. Невероятный мудрец, невероятные книги, которые он написал, невероятные уроки, которые давал. Он говорит следующее. И вот то, что скрыто от нас, то, что скрыто в этой главе недели. Могут нам дать некие намеки по поводу той работы, которой каждый из нас должен с ней заниматься в этом мире, которой каждый из нас должен с ней заниматься в своей жизни. То есть есть какая-то работа, ради чего мы пришли, или... Если уже понял, для чего я пришел, об этом у меня, кстати, я читал урок на прошлой неделе, для Туроми Цион, в Москве запись тоже на Ютьюбе. Можно будет потом посмотреть, я дополню. Будет такой значок здесь, который будет вам показывать, зайти на этот урок. Но даже если я понял, уже ради чего я здесь, и до чего я существую в этом мире, как мне это достигать, как мне это добиться. И Вдар Хаммер говорит, возможно, эта глава дает нам этот намек. Что в первую очередь, каждый из народа Израиля, здесь он использует именно работу израильтянина, еще перед тем, как есть страна Израиль, потому что, помните, Яков, Исраиль, мы сыновья Якова, мы сыновья Исраиля, из-за этого у каждого израильтянина. В первую очередь, это практиковать. Практика, митцвот, практика заповеди. И помните, мы сказали, что не цель заповедей, а заповеди инструментарий для нас, как здесь мы тоже это видим, в предыдущие наши уроки мы видели в других книгах, здесь мы тоже находим это в этой книге. Именно действами, не достаточно только в голове, а именно надо действовать, надо практиковать. Шнитлюнан льет суммы рада сеток, потому что одно из, можно сказать, смыслов, которые можно найти в митцвот, в заповеди, это помочь нам отойти от зло и практиковать или выбирать добро. Это одно из смыслов митцвот, это не единственное, но это одно из них. И это верно, что даже если человек будет жить всю свою жизнь в тура и митцвот, кажется, что это достаточно для нас. И дай Бог, что кто-то из нас сможет сказать, что действительно я жил всю свою жизнь в тура и митцвот, то есть заповедями изучения Торы. Я лично уверен, что я не там. Но даже если мне скажешь, что я такой, и даже если мне скажешь, что народ Израиль должен заниматься, соблюдать все заповеди, изучать Тору, как ты можешь мне сказать, что именно из-за этого мы являемся, как говорят, избранным народом? Ам-сегуля. Какая связь? Это ерунда. Посмотри, когда ты смотришь на слово «избранный», для ребёнка, для любого ребёнка что-то, что-то избранное, что-то избранное — это, может быть, шоколадка, какая-то игрушка, какая-то грязь на полу, какая-то палка. Может быть, для ребёнка что-то очень избранное. Но когда ты уже растёшь, когда ты уже взрослый, что-то избранное для тебя — это, не знаю, какой-то драгоценный камень. Это что-то, которое выделяется, которое является особенным. Не просто что-то приятное, это неизбранное. Что-то избранное, что-то сегуля. Это что-то уникальное. Даже если я как еврей, я все соблюдаю, я не уникальный в этом. То есть быть просто, другими словами, даже если я не еврей, быть просто хорошим человеком в этом мире. Быть просто человек, который не делает плохого и делает хорошего, недостаточно, чтобы сказали, что ты избранный. Это должно быть по умолчанию. Это тенденция, которая есть внутри нашей души. Не просто говорят Дерех эрец кадмала Тора. То есть путь человека в этом мире, она первичная. То есть первую очередь она набрала, только потом Тора уже была нам дана. И более того, потом добавляет в Дерехамелех, что если ты хочешь мне сказать, что я избранный, потому что я соблюдаю заповеди. Послушай, и солнце, и луна тоже соблюдают заповеди, если так сказать. Они тоже делают свое дело в этом мире. Так что ты избранный за счет этого? Все животные, и корова, и змея, и муха, каждый делает свое. Так что, в чем я избранный? В том, что я сейчас практикую мецвод? Нет, еще раз мецвод, это невероятный инструментарий, это то, что я понимаю, это то, что важно нам понять. И дай Бог с этим пониманиям, я выбираю практиковать больше и больше, пока я дойду к моему максимуму. Как говорят, ты начинаешь с минимума необходимости, видишь, и, как сказать, и наверх встаешь, дай Богу. За счет понимания, за счет вопроса, за счет проверки. Но это тебя не делает избранным. Из этой точки зрения в итоге говорит, что мы рождаемся людьми, но мы не рождаемся праведниками. То есть праведник не родился праведником, он стал им за счет своих действий. То есть, я не зайду сейчас во всю глубину его урока, потому что это идет дальше, это заходит глубоко, и начать разница между хасид и цадык, я к этому не зайду, потому что я хочу взять сегодняшний урок чуть-чуть в другое русло. Но если дать какой-то попытаться суммировать эту мысль, дальше он говорит, он цитирует тоже из Аары, я не хочу к этому сейчас зайти, потому что это возьмет нас к другую тему уже. Но идея такова. Я пришел сюда, когда у меня база это быть хорошим человеком, правильным человеком. У меня есть митцво для этого, у меня есть заповеди для этого. Но я пришел сюда, чтобы сделать больше, кто это царик, тот, который делает больше. Тот, который не думает только о себя, а влияет в итоге на весь мир, как мы в итоге это увидим. Через вторая часть нашего урока сегодня. То есть правильник, я делаю больше. Как делать больше? Как стать лучше? И мы говорили об этом. Быть лучше человеком, быть лучшим соседем, лучшим мужем, женой, ребенком, лучше гражданам в стране, лучше евреям, лучше бен-нуах. То есть мой вопрос, как я себя толкаю и двигаю вперед. Потому что именно это движение делает то, что мы называем быть избранным. Для этого Тора была нам дана. Вести нас вперед, потому что, когда мы будем вести себя вперед, тогда мы можем поделиться со всеми остальными народами, которые будут идти вперед так же, именно в эту сторону, именно в духовную сторону, как мудрецы нам говорят. Изучать мудрость в этом мире мы можем изучать от каждого и от каждого из народа, математика и физика и химия, география и так далее. Единственное, где это в наших руках и ни в коем случае не изучать от других, а наоборот, мы должны открыть другим, это наш путь и наша связь, наши отношения со Всевышним. Так что в этой главе недели как раз мы видим, что Яков, вначале мы читали из Дер-Хамелех, Яков хочет раскрыть перед своими сыновьями кец, то есть, когда будет завершение, когда будет конец, когда будет, как сказать, завершение границы. Время, приход Машеах, и он этого забывает. Почему? Потому что как наша жизнь работает, как я двигаюсь вперед, как я становлюсь цадыком, именно потому, что у меня есть ограничения, есть сложности, есть злое начало. Я перешагиваю, Я побеждаю, приносит меня к тот месту, которое можно назвать быть избранным. Тору мы можем читать именно потому, что вот свиток белый, он бесконечный. Пока на свитке, пока в книге я ничего не написал, там может быть написано все, в потенциале там все написано. Когда у меня есть белый лист, я могу сказать вам, что здесь написан Александр Дюма, и здесь написан Толстой, и здесь написан Акунин, или Пелевин, а также и святые книги, и мудрецы, как Рейхал, и Рамбам, и Везор здесь написан. Если кто-то не скажет, что ничего не написано, но в потенциале все написано. Но для того, чтобы я увидел, что здесь написано, надо ограничение. Для того, чтобы я смог читать Стоу, для того, чтобы я мог получить слова Всевышний, надо, чтобы чернила ограничивала свиток. И это верно, написано, вау, открыто передо мной невероятные вещи, но за счет того, что в этой книге сейчас передо мной что-то написано, это означает, что другое уже не может быть здесь написано. Но именно эти ограничения, имя того, что все остальное от меня скрыто, я могу раскрыть вот это. Имя того, что глава недели, это она скрыта от меня, она дает мне возможность раскрывать. Как? У нас есть инструментарий. Это то, что Тора нам дала. Это есть Тора и Митцвод. Это то, что мы изучаем, то, что мы практикуем заповеди. Это раскрывает нам то, что скрыто. Нашими действиями. Так я становлюсь цадыком, праведником. Так что, одна такая мысль, которую с ней я хотел начинать сегодняшний урок еще раз, я очень укоротил, и из-за этого, конечно, спрашиваю прощения от мудреца, что я взял только несколько слов, и все-таки я хотел взять эту мысль к чуть-чуть другое русло, и соединить это тем, что в истории ты хотел быть праведником, ты искал свой путь, были конкретные ответы, или так, или иначе. Ты или со мной, или против меня. Дихотомия, черно-белое. Сегодня есть так много мнений и мыслей, и принято, и не принято, и меньше принято, и больше принято. И что будет являться правдой? Я читаю Тору. Как я принимаю Тору? По какому мудрецу? Или наоборот, я принимаю Тору, как Академия пытается читать Тору? Это важный вопрос. Это важный вопрос, который, я надеюсь, что эта глава недели дает нам на него некоторые ответы. Яков дает невероятным благословение. Мы видим, что когда Яков умирает, братья еще раз начают бояться от Йосефа, а может быть, то, что он им сказал, что он их защищает и кормит, это только было в честь отца. Отец умер, сейчас он будет их убивать или над ними издеваться. будет мстить им. То есть, постоянно много-много у нас тараканей в голове, много-много разных мыслей. Такая глава настолько скрыта, что она не самая проста. Ты читаешь благословение, которое Яков дает своим сыновьям. Нелегкий текст. Совсем нелегкий текст. Мы видим, что Раши объясняет какие-то моменты и явно, что он не отвечает или не объясняет до конца. Явно ты видишь что-то, потому что, может быть, даже некий страх, что потом, в его время, в 12 веке, какие-то люди из церкви не возьмут и будут искажать его слова или на базе его слов будут пытаться доказывать их правоту против иудаизма и против Торы. То есть, эта война между мнением людей, между людьми в общем церкви, всегда она была в истории. И всегда каждый хочет быть правым. Всегда каждый хочет, чтобы его мнение было первичное, было главное. И кто-то нам скажет, послушайте, надо послушать всех, есть место для всех людей. То есть, я буду говорить свое мнение, но также надо создать место, где и другие могут дать и рассказывать свое мнение. Толерантность для всех. Вторые скажут, есть того мнения, которые скажут, нет, только правде и только правду можно оправдать и сказать. А то, что принимается лжом, любое ложе, неправильная информация, неправильное мнение, надо уничтожить, надо от нее избавиться. То есть, первое скажет нам в итоге, послушайте, и правда и так нет. Нету одна правда. Постмодернизм, нету одна правда. Это, то есть, когда-то, как сказать, Джон Стюарт мне или другие говорят, что есть много-много-много части правды у многих людей, правда ни у одного человека, надо все поднять и обсуждать, и через это обсуждение в итоге, как некий процесс афинажа, мы избавляемся от неправды, от лож, от искажения, и остается только правда за счет нашего объединения. Или постмодернизм, который скажет, изначально нету одна правда, нету абсолютной правда, из-за этого надо дать всем свое мнение. Вторая скажет, нет, есть конкретная правда, есть критерионы, которые за счет них я могу понять, что является правда, что нет, из-за этого никакой шанс, что мы дадим место для неправды. Это всегда было, но особенно в наше время, особенно в наше время. Мы видим, что у наших мудрецов, в Талмуде мы это видим, одно из самых известных мест, которые в них есть спор, это дом Хилель и дом Шамай. Это началось от Хилель и Шамай, два мудрецы, у каждого есть свой дом, то есть своя школа, и между ними постоянно, постоянно, постоянно не соглашаются почти на ничего. Но база было принято оба. Оба приняли то, как есть, и споры были в деталях. То есть, например, оба приняли, например, что есть заповедь сказать Шамай Шамай Исраэль два раза в день, утром и вечером. И написано, что нам написано, что нам читаешь Шамай Исраэль бешох веха вкумеха, когда лежишь и когда встаешь. Так, например, оба приняли, что сказать Шамай Исраэль надо. Вопрос, надо ли читать это именно лежа или когда ты ложишься спать. Понятна разница? Понятно? То есть, перед тем, как ложишься спать, ты делаешь Шамай Исраэль, тогда можно уже лечь в постель. Или надо именно когда ты уже лежа горизонтально тогда сказать Шамай Исраэль. То есть, это был спор между ними, например. Или в праздник Ханука как мы зажигаем свечки. Мы зажигаем свечки 8 в первый день и каждый уменьшаем 7 6 5 или наоборот первый вечер одна свеча потом 2 3 4 до 8 Но нету вопроса что мы все зажигаем свечки. Это не история, но все равно еще раз как пример это не то, что это сказал белый это сказал черный нет, такого не было. База она единая, все принимают определенную то, называем истину и спором в деталях. И именно из-за этого в Талмуде как говорят и эти и эти говорят слова Всевышнего. И действительно в Талмуде потом говорят про Бет-Иляль и Бет-Шамай и эти правы, эти правы, но Аллаха как Бет-Иляль. То есть мы видим, что даже Аллаха, то, что мы называем закон и в юдаизме это не абсолютная правда. Потому что Сан-Талмуд говорит, что правда и у Бет-Шама и у Бет-Иляль, но мы идем как Бет-Иляль. Почему? И там говорят, потому что они скромные, потому что они мягкие, потому что они более, как сказать, может быть, человечные для тех, которые чуть-чуть дальше от Пусть Тува Мит-Вот. Но действительно мы видим, что Аллаха или закон у нас очень сильно связан с тем поколением, которое в нем мы живем, с теми людьми, которые среди них мы живем, в то время, в котором мы живем. В наше время оно сложнее, потому что окей, хорошо, я понимаю мнение Ишама и Иллэль, потому что может быть время, которое в нем надо будет понять еще раз мнение Иллэля и Ишамая. Если помните, был у нас также урок, когда мы занимались с спорить по-еврейскому, можно поискать в моем канале, где мы обсуждаем эти темы. Вопрос в наше время, когда есть еще мнение, которые говорят, то они что-то святое, то это просто набор писания книг, как Академия смотрит на Тору, должен я принять и такое мнение или все-таки нет. И отвечает, есть красивый ответ, который Равшерки, один из моих учителей, дает в своей книге к душа и Тева от имени Рава Кука. В книге Орот объясняет Рав Кук следующее, что в любое сообщество в мире и в том числе или тем более у народа Израиля есть три силы при влиянии, три силы, которые обязательно надо реализовать, надо раскрыть, для того, чтобы можно будет сказать, что наше сообщество, оно здоровое сообщество. Первое, это религия или духовность, второе, это наши национальные желания или движения, и третий, это космополитические движения или желания, то есть стать, быть частью человечества, не быть просто выделен как народ, но как народ часть этого мира. И пока есть разница между нами, Равкук объясняет, что если в этом не что-то хорошее, даже если, не дай Бог, это выражается как ненависть, например, в политике. И для того, чтобы не говорить ничего про Латвию, где я нахожусь, я принесу пример из другого места, из Израиля. Мы все знаем, в Израиле есть невероятный даже можно назвать хаос, источник из политики, много-много партий, некоторые партии, которые, можно даже сказать, ненавидят друг друга. Но в этой ненависть, за счет этой ненависти, каждый из этих партий, дай Бог, будет двигать эту партию для того, чтобы эта партия дошла до очень четкого понимания, что эта партия говорит и чего она представляет для сообщества. С чего я представляю? Нерелигиозный, что я представляю как нерелигиозный человек, что я представляю как религиозный человек, что я представляю как еврей, как араб, что я представляю себе, как русский говорящий. То есть у каждого из нас есть разные вещи, которые я считаю себе правдой. Но именно потому, что есть так много разной силы, которая находится вокруг меня, я могу стать очень чётким в понимании, кто я есть, в моём месте, в сообществе, и стать лучше в этом. То есть если я химик, я химик. Если я математик, я математик. Если я пишу поэмы, если я писатель, я писатель. То есть я становлюсь лучше в том, с чем я занимаюсь. За счёт контраста, который есть вокруг меня. Потому что тогда мы сможем реализовать, развивать и реализовать наш талант. То, что есть внутри нас. И уже в Масехет Сан-Недрин, уже в Токтат Сан-Недрин написано, что когда придут последние времена перед приходом Машиаха, мы будем видеть. Очень много отрицательных качеств в людей. И книга Зор это описывает. Говорится так. То есть становится очень дорого жить и очень сложно с точки зрения финансы. Сын, который может говорить плохо на отца. И даже ругательствами, словами на отца. Дочка, которая идет против своей мамы. И так далее, и тому подобное. И тому подобное. Правда будет скрыта от нас. И так же на Асет Адарим Адарим. Что правда будет разделена. Как скотт, который разделен в маленьких группах. То есть у каждого будет какая-то доля правды. Но не вся правда в руках одного. Так Тальмуд нам это пишет. Равкук считает, что то, что кажется очень плохим, это на самом деле нам на пользу. Потому что именно так каждая группа сможет развиваться. И развивать свои таланты, свои дары в этом мире. Можно сказать, что это очень напоминает то, что тоже Джон Стюарт Милл говорит. У тебя есть много-много-много части и правды у разных людей. Но именно потому, что заходит какой-то конфликт между людьми, в итоге остается у нас в руках только правда. А вес ложи, грязь и ненужная падает. Падает. И здесь я чуть-чуть иду дальше в книге, для того, чтобы мне все прочитать. Равкук говорит что-то очень красивое. Равкук говорит в книге Урота Кодыш, что есть пять песней, которые люди поют. Первая песня Есть песня душа человека. Он охотит в себе все, что ему нужно. Он охотит в своей душе вся та духовность, которая ему нужна. Индивидуализм. Я и мне это достаточно. Кто я есть? Есть другой человек, который его песня, Ширата Ума, это песня народа или песня своей нации, где он находит свое наполнение, он находит свою судьбу именно как часть народа. Именно в народном уровне. И он поет песни нации. И когда у нации есть какие-то неприятности, сложности, боли, страдания, и он от этого страдает. И в том, что радует и хорошо для нации. И его радует. Есть человек, который его душа даже больше развивается или расширяется. Что это уже не только свой народ, не только народ Израиль. А уже поет песню человека. То есть, его желание стать частью человечества. Что его радость, то, что его наполнит, это именно быть частью всего человечества. Можно сказать некий космополитизм. Это третья песня. А четвертая, даже более широкая душа, которая хочет стать частью всей Вселенной. Не только людей, но и животных, и растения, и галактики, и все, что вокруг нас. Это его песня. Такой человек, который может найти себя и ищет быть, как сказать, соединён с собой, соединён с своим народом, соединён со всеми народами, соединён со всей Вселенной, это тот человек, который ему обещан грядущий мир, ему обещан Ганеден, то есть Эдемский сад. Звучит прекрасно. Мы видим отравку этого рука, что каждый может найти своё место в этом мире. Иделия. Верно? Иделия. Всё идеально. Утопия. Но на самом деле не так, потому что у каждого из них будут наверняка претензии на другого. Как не только себя, а что со своим народом? Что с своим народом, а что с миром? Надо же воевать за то, что будет за правду, и надо воевать за совесть, дробосовесть во всему мире. Есть много людей, которые сегодня, мы это называем левый, политический левый взгляд на мир. Что все были равны и так далее. И за счёт этого критикуют других. Ещё раз, насколько они понимают, что на самом деле они делают, это уже другой вопрос. Наверняка все, которые со мной обсуждают и говорят, вы знаете, что я не люблю говорить о политике, но также я не скрываю свои правые взгляды. А ребята, которые вообще, как раз называется, зелёные, будут смотреть на теле и говорят, что вы думаете о людях, а что с животными, и что с планетой, и глобал ворминг, и так далее. Как сделать, что все четыре эти взгляда, как сделать, что все четыре уровни смогут всё-таки жить вместе? Помните, вы говорили о царе, как быть праведником, быть тот, который постоянно развивается, становится лучше и лучше. Но как я это делаю без того, чтобы уничтожить других? Что делать со всеми мнениями, которые вокруг меня? В истории люди, которые ещё... Кто-то считает не как я, я буду его уничтожать, так и в истории было. Но в наше время, слава Богу, мы поняли, что это не работает. Ваш Лагоб этом пишет. Нету разрешения, а Всевышний не даёт разрешения кого-то уничтожить, потому что я прав, а он нет. Даже если он на данный момент не прав, у меня нету разрешения, его уничтожить. Потому что в итоге все развиваются, в итоге все дойдут к правде. Так что делать? Вешаши аулей им кола ширим ала любьяхат да гудахат. Но есть те, которые поднимаются со всеми этими четырьмя песнями, как одна единая песня. Поддерживают друг друга, вдохновляют жизнь, вдыхают жизнь один в другого. И это точно называется Шира Гаширин, песня песни, которую писал кто? Царь Саломон. Это объяснение Шира Гаширин. Что когда я могу петь одной песни, которую включаю в себе все четыре песни, тогда я могу нести мир между всей этой группой. Тогда я могу понять, что нет места здесь кого-то уничтожить. И тогда это называется, приходит, это я с Машьях. Это я завершение всех времен. То есть, эта песня, надо понять, что это пятая песня, которая объединяет всех мнений и всех людей. Она может прийти только после того, что будет некая битва в мнении и в мыслях. Моё мнение, нет твоего мнения. Это обязано быть. Так у философов, как Джон Стюарт Милл, и другие говорят, это надо делать для того, чтобы пройти некие процессы финажа, чистка, отложа и найти правду. И правда нет у одного человека. Это, как здесь Равку говорит, о том, что для того, чтобы я стал хорошим тем, что я занимаюсь, должны быть какие-то ограничения, какие-то границы. Какая-то битва для того, чтобы прийти к этому. Не дай Бог, мы не говорим о кровопролитии, мы не говорим о унижении, но эта битва, в ней что-то есть. Народ везде должен войти в рабство, в сложности для того, чтобы в итоге вродиться как народ, рождаться как народ. И действительно, в итоге этот мир придёт к нам, где все эти четыре песни объединяются, где мы сможем их жить с друг другом. Потому что будут люди вокруг нас, возможно, это то, что называется цадыки или праведник, которые содержат пятую песню и с помощью её могут объединять все четыре песни, все четыре категории людей. А пока это нет. А, да, есть место для разных мнений, и это окей, это нормально, что мы не согласны с друг другом. Это, как сказать, это надо принять, что мы спорим. Это надо принять, что я с тобой не согласен, ты со мной не согласен. Вопрос это идёт потом, не дай Бог, в битву, в правополитие, в унижение. Или let's agree to disagree на эту определённую точку. А всё остальное найти common ground, найти что-то, которое нас со всех объединяет. как Хилель и Шамай, то в её базе оба приняли. Их спор был о деталях. Из-за этого в конце дня дети, как сказать, их дети, они жили между друг другом. Потом уже и у Хилель и Шамай тоже что-то сломалось, потому что в итоге в какой-то момент это потерялось. И спор стал, к сожалению, и жёсткий, и грубый. К сожалению. Но первое поколение спор был чист. У меня такое мнение, для этого мнения. Я знаю, что есть место для этих оба мнения, даже если на данный момент мы не можем их объединить. Но база для объединения была то. Была слова Всевышнего, которые нам даны. Яков пытается дать понимание, когда завершение всех времен, когда все границы убираются. Но это от него скрывается. Потому что наша работа это там, где есть ограничения. Как и эта глава скрытая, так и много раз присутствует в отца скрытая, так и много раз правда и истина в словах других скрыты от нас. Так наши изъяны, наши слабости, наши искажения скрыты от нас. И единственный путь это раскрывать, раскрывать правду. Это то, что Тора нам дает. Это та инструментария работать над собой, провести себя через этот очень тонкий афинаж. Еще раз, как много раз мы сказали, я выбираю определенный момент, определенные практики, смотрю, пробую, делаю, о, получается, работает, я вижу результаты, мне уже это просто, это зашло в мою жизнь. И тогда добавляю еще, и тогда добавляю еще, шаг за шагом, еще и еще, начал с 3 килограмма, 5 и 10, и 15, и 50, и 100 килограмм. И в итоге дойти, дай Бог, может кто-то из нас станет тем праведником, который, как сказать, поет пятую песню, и в итоге вокруг нас и другие будут петь эту пятую песню, могут объединить, мы сможем объединять друг друга. Но пока мы не там, то окей, что есть с полом? Это нормально, что мы с чем-то не согласны. Что мы с этим делаем? 12 сыновья у Якова, каждый из них другой. У каждого из них совсем другое благословение от Якова. Но в итоге, в конце дня, они единый народ, народ Израиля. И из-за одной точки зрения говорят, говорят, что «Олеху фухета доу», что с каждым поколением мы ниже и ниже, мы слабее и слабее. Но параллельно с этим, как мы видим, это главы недели, дети всегда выше, чем своих предки. Потому что жизнь предков была посвящена для нашего успеха, для нашей реализации. Из-за этого мы выше и возвышены. То есть вся жизнь Авраама, Ицхака и Якова, которая завершена его жизнью, она здесь. Была дана для того, чтобы мы добили успех. Успех и духовный, и дай Бог, параллельно с этим духовным успехом, и материальным в том числе, конечно, да. Из-за этого, как Ааре пишет, и его ученики, и ученики его ученики, в этой книге Ликутин красиво написано по поводу, когда цадик, когда праведник уходит из этого мира, это даже радостный день, потому что тогда душа его освобождается от ограничения тела, и может влиять гораздо больше. Так же, что уход Якова из этого мира, и его сыновья, и Иосифа, что их тело держало их в тех времен, в том мире, но их душа освободилась, освобождается в этой главе недели для того, чтобы помочь нам реализовать свои благословения, помочь нам найти правду и сену, помочь нам осознать, что даже есть другие мнения, которые мне некомфортны, у них есть место быть. Еще раз, здесь очень-очень-очень важный но, большой, очень важный но. Кажется, сейчас кто-то скажет, а, тогда, не дай бог, там, блюд, или дать наркотики, это хорошо, или дать оружие в руках детей, это хорошо. Конечно, нет. Эти мнения, которые нельзя держать. Но это уже мораль и этика нам это объясняют, это уже развитие человечества нам это объяснило. Не об этом, конечно, и речь идет. Есть мнения, которые изначально, у них места быть, ни в коем случае нет. Об этом, конечно, мы не говорим. и что делать, как это делать? Одна из мыслей, которую Равширки учит, это то, что даже если мнение другого человека, оно неправильно. Например, коммунизм. Коммунизм, это, социализм, и в своем крайнем проявлении коммунизм история доказала не работает. Это худшее, что можно сделать с экономикой. Все в итоге плохо и худо живут. Это только сделает хуже. И все равно, сегодня у тебя есть люди, которые считают, что коммунизм это правильно, социализм это правильно. То говорить совсем иначе, то говорить тебе, я не знаю, как государство должно быть. Социализм должно быть внутри сообщества. То есть, мы должны заботиться о слабых. Как государство об этом тоже нам не говорит. Но как может быть числе история, цифры и факты доказывают нам, что коммунизм не работает. И все равно люди говорят, нет, партии коммунисты коммунистические все равно есть. Как? Потому что там есть какая-то правда. Забота о друг друга, что мы все равны перед Богом. Есть тот мир, где в нем люди равны. Вопрос, что я с этим делаю? Из-за этого даже человек говорит, я эгоист, я эгоист и только за себя, гедонизм и так далее. В любой мысль, даже если она считается совсем неправильной, есть какая-то правда, есть вдоль правды. Даже в этот эгоизм, этот эгоизм может в итоге вести человека к осознанию Бога. Потому что если я эгоист, я обязан радовать и быть хорошим отцом и хорошим мужем для себя. Потому что если моей жене и моим детям будет хорошо, и мне будет хорошо, где я живу, если я сам большой эгоист, я буду заниматься здорованием и пожертвованием, потому что когда вокруг меня людям хорошо, мне лучше. И так далее, и так далее. То есть из-за этого в любом мнении, которое мне сложно, я тебя не приму. Но там есть какая-то доля правды, там есть что-то красивое, там вот есть какая-то точка, которая надо правильная. Моя задача ее найти. Если я ее найду, как сказать, убедить кого-то пост, так я не смогу. Не работает. Сломать его руками не работает, слава богу. А что делать? Что делать, если я вижу человек вокруг меня и наполе, после меня и у него мнение ложное. Единственное, что, найди правду в ней, ее развивать. А, эгоизм, развивай, как мы это сказали. Куммулизм, окей, хорошо. Ты можешь социализм, ты занимайся в этом, как человек, сейчас сообщество, не государство с этим должно заниматься. Второй момент. Мнение есть разное. Оно связывается тем, что я сказал несколько минут назад. Есть мнение, которое, оно неправильное, оно искаженное. Есть мнение, которое, оно плохое. Еще раз, из-за этого, как я сказал, блюд убийства кого-то, уничтожение чего-то и так далее. Это не неправильная мысль. Это вещь, которому места нет. И для того, чтобы разбираться с такими людьми, нам нужны праведники, чтобы нам помогли. Но что мы да можем? Это просто разные мысли. Есть, как сказать, Эра в Нахман, из Бресла, говорит, в Ликуте Мухаран, 64 глава, он говорит, что есть два типа людей, которые не верят в Бога. Есть один, который тебе надо знать, что ему ответить. А есть такой, который оставь его в покое, отойди, потому что не только что не тратить свое время, не в твоих сил помочь этому человеку на данный момент. На данный момент. Первый. Это такой простой не вера. Это просто потому, что есть какое-то искажение, есть какой-то беспорядок в мыслях, в идеях. И, как сказать, ты споришь такого не верящего человека, а в какой Бог ты не веришь, он тебе опишет, кого-то, ты ему скажешь, а в таком Боге я тоже не верю. Просто нету понимания Бога, или нету понимания. Есть там много ошибок, много искажений. И за это надо знать, что ответить. У нас есть ответственность, в том числе, мы изучаем из этого и философию, и эти. Это важно. На какую-то базу нам надо знать. Надо уметь показать правильный, помочь вести порядок в голове. А есть такая, которая скажет, а, вообще нету нормы, нету этика, нету порядок. И с таким человеком это не просто вести какой-то порядок или пример, там совсем-совсем другая работа. И об этом мы не говорим. Ведь вот так же есть мысли, которые, конечно, неприемлемы никогда никому, и даже в истории не были приемлемы. Так что, дай Бог! Дай Бог! Надеюсь, что большинство из нас даст, могут услышать чтение Торы в синагоге, в этой шаббат. У нас, к сожалению, мы продолжаем делать шаббаты дома в Йомале. Но дай Бог, чтобы мы поймём, что даже когда что-то скрыто от нас, это не значит, что там нету правды, это не значит, что не может быть к нам доступно. Что мы поймём, что даже если мы видим что-то, которое противоречит нашу правду, это не значит, что нам можно уничтожить это мнение. А что с этим делать? А осознать мою песню. Какая моя песня? Она личная, она национальная, она человеческая. Но ещё раз, если она человеческая, тогда работать на то, чтобы включить и национальную, и личную, у меня только личная, попробовать расшириться к следующему уровню, где я говорю с другим человеком искать правду в слова этого человека, и осознать, что все ограничения в нашей жизни, которые много раз наши ограничения, это выражение того, что у других есть другое мнение от нас, оно ведёт и нас стать лучше я, как Рав Кукета говорит, но как и в Дереха Мелех, мы должны эти границы, потому что эти границы дадут нам развиваться в итоге. И мы развиваемся тем, что мы занимаемся, мы изучаем, дай Богу, я надеюсь, что мы все занимаемся здоровым образом жизни, что я ем, как я веду себя, как моё тело себя чувствует, врачи, услышать врачей, быть здоровым, в общем, в целом, наши отношения с собой, отношения с нашими близкими, с нашим окружением, и не забывать, что у нас есть невероятные слова, слова, которые Всевышний нам подарил. Если мы правильно умеем читать Тору, тем этим принять и понять правильно заповеди Торы. у нас есть невероятный, бесконечный арсенал инструментов для того, чтобы взять то, что выглядит, как ограничение и трансформировать его. Я надеюсь, что сегодняшний урок был понятный, был полезный всем нам, и хочу всем также пожелать хорошего продолжения недели и шаба чаром.